Рассмотрим проблематику двойственности кино на примере экспериментальных фильмов Кена Джейкобса и Майкла Сноу, а также статьи Джордана Шонега «Видеть аспекты положения камеры. Двоединство движущегося кадра». Рассуждения о перцептивном опыте движения камеры, как правило, подтверждают триизм теории кино о том, что глаз камеры аналогичен человеческому глазу. Независимо от того, аргументируются ли эти теории с позиции психологии восприятия или феноменологии, они утверждают, что когда мы видим движение камеры, мы испытываем иллюзию нашего собственного движения в пространстве. В упомянутой статье Джордана Шонега приводится аргумент против сродства между движением камеры и человеческим восприятием в пользу феноменологии движения камеры, которая исходит из того, как зритель видит аспекты поверхности экрана. Рассматривая экспериментальные фильмы Кена Джейкобса и Майкла Сноу, можно сказать, что феноменологический аспект восприятия в движении камеры лучше всего понимать в терминах теории двуплановости восприятия изображения Ричарда Волхайма. Согласно которой, эстетическое восприятие изображения включает одновременное внимание к его поверхностным качествам и изобразительному содержанию. То есть визуальный опыт фильма является двойным и включает в себя распознавание, представленная сцена, рассказанная история и так далее, и конфигурацию, к которой относится монтаж, движение камеры и тому подобное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok